Сотни человек ликуют на улицах Парижа. Они приветствуют решение апелляционного суда Франции о том, что необходимо продолжать поддержание жизни полностью парализованного пациента Винсана Ламбера. Около 11 лет мужчина был в хроническом вегетативном состоянии после страшного ДТП. Проблески сознания были минимальными. Ещё в 2013 году врачи приняли решение отключить Винсана от системы подачи питательных веществ и воды. Их поддержали жена мужчины и несколько его братьев и сестёр. Однако родители оспорили это решение в суде. Они боролись за право на жизнь сына последние шесть лет в разных инстанциях. В апреле этого года Госсовет Франции тоже встал на сторону медиков. Однако апелляционный суд принял решение в пользу родителей. Теперь врачам будет необходимо снова подключить пациента к системе жизнеобеспечения. В парламенте Франции в связи с этим прошли дебаты. Некоторые депутаты сказали, что законы в этом отношении несовершенны. «Эта трагедия пролила свет на многочисленные прорехи во французском законодательстве. Что делать, если предварительных распоряжений относительно эвтаназии не было, не обозначено поверенное лицо, а между родственниками нет согласия». Во Франции эвтаназия разрешена. Однако в 2016 году также была принята поправка, что врачи могут использовать седативные препараты вплоть до смерти человека. Министр здравоохранения Франции сказала, что основной урок, который нужно вынести из этой ситуации, заключается в том, что людям необходимо заранее прописывать свои пожелания. «Чтобы такая ситуация больше никогда не повторилась, мы все должны заранее написать рекомендации в отношении прерывания жизни». Против решения медиков также выступили многочисленные католические общины по всей Европе и Комитет ООН по правам инвалидов.